Как же круто и весело! Согласен, еще и очень вкусно, кола просто шикарная. У меня тоже куча вкусняшек. Смотрите, ребята, какое у меня мороженое огромное. Круто! Вот это да! И правда очень круто. Смотрите, кто там идет! Где? Надо же, как он круто пляшет. Какой красивый, такой мужественный. Красивый, говорите? А вы пока рассматриваете своего танцора, а я полакомлюсь этим аппетитным мороженым. Эй, ты что делаешь? Кто тебе разрешил есть мороженое? Что ты на меня кричишь? Я всего лишь пару раз его лизнул. Это не значит, что нужно его есть. Смотри, Барби не просто его лизнула, она его слопала. Что вы натворили? Это было мое мороженое. Надоело. Нам нужно решить наш конфликт в челлендже. Ого! Кажется, сейчас нас ждет что-то очень веселое. Давайте поскорее узнаем, что нас ждет. Может, ты уступишь даме? Конечно, открывай. Вот это да. Какой красивый кактус. Интересно, этот кактус острый? Ой, больно. Зачем я вообще решила это проверить? Очевидно же, все кактусы очень острые. Можно было это даже не проверять. У меня есть телейка-бластырь, который спасет пальчик Барби. Спасибо тебе. Ты очень добрый. Рано радуешься. Сейчас нам нужно узнать, что же мы будем делать с кактусом. Разбирайте карточки. Мне повезло. Я к этому кактусу даже не прикоснусь. А я? Мне придется его лизать. Думаешь, лизать это плохо? Мне вообще его придется кусать. Но я хорошая подруга, так что уступлю Эмили. Спасибо, я не хочу быть первой. Я тоже начинай ты. А ну перестаньте. Вы можете просто сыграть в Цуэфе и понять, кто первый будет есть эту гадость. Вот и все. Эмили победила, значит она первая. Вот именно. Эмили, приятного аппетита. Надеюсь, я не лишусь языка. Как больно. Весь язык в иголках. Ужас. Бедная Эмили. Да ладно, вам это был не настоящий язык. Что вы сразу паникуете? Раз это был не настоящий язык, ты все равно должна облизать кактус настоящим. Зачем я призналась, что язык фальшивка? У меня идея. Чтобы не уколоться этими ужасно длинными иголками, нужно просто их сбрить. Для этого даже специальные машинки бывают. Как больно. За что ты так со мной? Не переживай, я тебе помогу. Ну что, кактус без иголок? И облизать его не так страшно. Готово, Барби. Теперь твоя очередь есть кактус. И без тебя знаю. Фу, я будто траву ем. Почему все летит в меня? Просто ты, лизунчик. Интересно, что мы будем есть на этот раз? Надо же, это мое любимое Ороо. Теперь давайте узнаем, кто же сможет попробовать эту печенюшку. Я не смогу ничего делать. А я смогу облизать. Это уже круто. Мне повезло, потому что я буду печеньку лопать. Может, я смогу просто украсть печеньку? А ну стоять, это угощение для меня и Барби. Умоляю, можно я буду первой? Я такая голодная. Хорошо, я все-таки джентльмен. Да уж. В Ороо самое вкусное – это беленькая начинка. Как хорошо, что вся она достанется именно мне. А Энди будет есть Ороо своими слюнями. Какая гадость. Я не смогу. Это просто отвратительно. А ну ешь, такие правила. Вкусно тебе? Понравились мои сленки? Откуда такая вонь? Кажется, воняет из-под крышки. Что же там такое вонючее? Рыба! Фу! Она и правда мерзкая. Интересно, кому повезет на этот раз? Надеюсь, мне. Нет, я не хочу лизать рыбу. А я кусать. Какой ужас. А мне реально повезло. Круто. Кусать я первым точно не буду. Пусть сначала Эмили ее оближет. Ну, конечно. Я же смелая и стойкая. Если ты смелая, то почему так долго пытаешься облизать рыбу? Она же вкусная. Давай помогу. Ну как, вкусно тебе? Ах так. Да как ты мог, это отвратительно. Ну, раз ты помог мне облизать рыбу, я помогу тебе ее откусить. Вкусная тебе понравилась, рыбка? Меня сейчас тошнит. Что-то мне плохо. О, ну и вонь. И все из-за Эмили. Это война, получай. Вы что творите? Я-то тут при чем? Друзья называется. На этот раз я хочу открыть крышку. Какой большой чупа-чупс. Круто. Посмотрим, кто получит возможность его попробовать. Ура, я смогу его откусить. А я нет. И даже облизать не смогу. Потому что облизывать буду я. Чур, я первый. Еще чего. Я слишком долго ждала, чтобы попробовать что-нибудь вкусное. Так что я буду первый. Какой твердый чупа-чупс. Ну, ничего страшного. Это ненадолго. Я все равно смогу его разбить с помощью молотка. Да что же это такое? Чупа-чупс из металла, что ли? Хватит издеваться над вкусняшкой. Пока ты его не разбила, я его пооблизываю. Кажется, это продлится еще очень долго. Да. Все, мне надоело. Энди, быстрее. Ну, чего ты ждешь? Я тебе помогу. Если насадите леденец на дрель, его можно съесть гораздо быстрее. Точно это просто гениально. Эй, мне оставь. Ты же сейчас весь его скопаешь. Жадина. Мне почти не осталось. Зато досталась вкусная жвачка. Какой большой. Он же сейчас лопнет. Ну вот, что же мне не везет совсем. Почему же? Пожеванная жвачка на лице выглядит круто. Давайте вместе откроем крышку. Смотрите, девочки, это же Хуба-Боба. Ее любят все. Посмотрим, кто сможет ее попробовать. Мне не повезло. А мне повезло. Я буду жевать. А я облизывать. Это тоже неплохо. Можно я буду первой? А то ты пожуешь, потом у меня облизать не получится. Хорошо, уступаю тебе. Ура. Я уже придумала план, как быстро облизать всю жвачку. Вот так. Оу. Фу, гадость. Она вся теперь в твоих слюнях. Зато она такая вкусная. Тебе очень повезло. Мне кажется, твои слюни перебьют вкус жвачки. Фу, нет, я не смогу. Да ну вас. Опять я крайняя. Почему-то в этот раз у меня не очень хорошее предчувствие. Это вонючий сыр. Его все ненавидят. Мне его еще и облизывать придется. А мне кусать. И только я смогу просто сидеть и наблюдать за вами, потому что воняет сыр просто жутко. Вот именно. Как я буду его облизывать, если я даже приблизиться не могу? А, точно. Можно же просто закрыть свой нос. На вкус этот сыр не так уж и плох. Ужасен только запах. Конечно, когда нос зажало. Нужно, чтобы нос был открыт. Фу, нет, больше я не смогу. Барби, твой черед. Оу, приятного аппетита. Умоляю, можно я не буду его есть? Надо, ешь. Я справлюсь. Я должна, я сильная, я смогу. Фу, что-то мне совсем плохо. Фу, гадость. Такая воня, будто мы в канализацию спустились. Кажется, я падаю. Я тоже. Я так мало нутеллы. Даже на бутерброд не хватит. А у вас намного больше. Да, это круто, но даже такую банку я быстро слопаю. Согласен. Первый, как всегда, ест тот, у кого вкусняшки меньше всех. Так что, Мэй, ты первая. А я и не против. В такую маленькую баночку ни одна ложка не залезет. Так что придется использовать пальчик. Ну вот, даже палец не залезает. Простан слишком толстый. Обзываться невежливо. Тем более, я уже придумала вариант, как быстро слопать эту нутеллу. Смотрите, малюсенькая ножичка. Именно она поможет мне съесть эту вкусняшку. Я бы хотела, чтобы у меня был вечный запас нутеллы. Эта баночка слишком быстро кончилась. Я даже оглянуться не успела. Алекс, твоя очередь. Ура, наконец-то и я смогу поесть. Как удобно, что мне не придется выдумывать, потому что я смогу съесть нутеллу обычной ложкой. Может, и со мной поделишься. Я бы тоже хотела еще нутеллы. Еще нутеллы? Конечно, открывай рот. Эй, так нельзя. Я правда голодная. Хорошо, давай попробуем еще раз. Ну нельзя же, говорю. Все, больше не буду. Теперь, конечно, не будешь. Теперь я точно съем нутеллу. Спасибо тебе огромное, дружище. Что ты наделала? Ты обслюнявила мою ложку. Как я теперь буду есть? Не знаю, но мне было очень вкусно. Спасибо еще раз. Не за что. Ну и как мне это есть? Видимо, тоже придется подключать руку. Рука слишком большая. Появилась другая проблема. Как мне ее вытащить? Видимо, тут вариантов немного. Плевать на банку. Хотя бы рука свободна. И нутеллы немного все-таки осталось. Фу, есть срок негигиенично. Ну и что? Зато теперь к нутелле может приступать Джейн. Точно, я так долго ждала своей очереди. Наконец, я могу вкусно поесть. Конечно, руками я есть не собираюсь. Для этого дела у меня есть большая ложка. Вы были правы. Нутелла просто потрясающая. И у меня появилась идея, как украсть для себя еще шоколадной пастой. Приветики. Ты что меня пугаешь? Из-за тебя я ложку в нутеллу уронила. Придется за ней лезть. Думаю, без помощи из банки Джейн точно не выберется. Спасибо. Это было так весело. Я была в шоколадном мире. Ты теперь сама на шоколад похожа. У меня опять малыш. На этот раз арбуз. А у меня больше. А у меня еще больше. Вот это я понимаю круто. Мэй, зато ты во второй раз первой начинаешь лопать вкусняшку. Это тоже круто. Лучше бы я ела последний, но арбуз у меня был бы огромным. Он жесткий, но просто волшебный. Кстати, он поможет мне сделать прикольный трек. Та-дам! Алекс, настал твой черед. Это точно. Но для начала нужно решить, как избавиться от корки, которой покрыт арбуз. Она плотная. Надеюсь, мне поможет обычный нож. А дальше дело моих рук. Нужно просто снять корочку с арбуза. А вот и большой сочный арбуз. В чистом виде. Такой можно есть. Куда так быстро? Подобишься же. Все будет супер. Ой. Обстрел! Спасайтесь, кто может. Берегите головы. Простите меня. Просто арбузные косточки прямо поперек горла встали. Да уж. Я думала, что мы все погибнем. Рядовала меня лишь новость о том, что у меня еще остался целехонький арбуз. Придется сделать в нем небольшую дырочку, чтобы добыть сок. Смотрите, какую конструкцию я сделала. Теперь из этого кранника мне в стакан будет капать сок арбузный. Да уж, действительно капать. Мы тут еще долго будем сидеть. Ну и ладно. Я буду ждать свой сок столько, сколько понадобится. Я пока поспать успею. Пока ты спишь, мы весело проведем время. Или ты думаешь о том же, о чем и я? Да. Нам нужно украсть ее сок, пока Джейм все равно дрыхнет. Алекс, придержи ее голову, чтобы она не проснулась, пока я заберу стакан. Класс. У нас все получилось. Теперь мы можем избить этого волшебного сока. Что? Сок? Где? Где мой сок? Как вы посмели красть у меня? Я же спала. Это не честно. Зато очень вкусно. Теперь сок снова мой. И я быстро с ним разберусь. Между прочим, сок отменный. Мы согласны. У Джейм такое огромное яйцо. Ей не повезло. Это не смешно. У тебя яйца меньше. Это значит, что ты ешь первым. У меня вообще-то аллергия на яйца. Мне нельзя их есть. Но ради вас я попробую. Крепкое яичко. Придется его не есть. Не переживай, у меня есть волшебный ножичек, который поможет тебе добраться до яйца. Вот уж спасибо. Такой нужной помощи я, конечно, не ожидал. Очень даже кстати. Вот это да. Нож и правда помог. Что ж, попробуем, как это яйцо на вкус. Ну как, вкусно? Нет, это очень мерзко. Ну вот, если это так мерзко, то как с яйцом справлюсь я? Точно. Зачем есть его сырым, если можно приготовить из него что-то повкуснее? У меня для маленького яичка есть такая же маленькая кухня с маленькой сковородкой. Ну разве это не мило? За пару секунд у меня получится маленькая яичница. Пока нужно достать маленькую тарелку и надеть маленький слюнявчик. Кажется, яичница готова. Пора есть. Гениальная идея. Согласен. Вкусно получилось. Очень. Просто пальчики оближешь. Я сегодня как раз не завтракала. Ребята, советую. Даже из маленьких яиц получается вкусная яичница. Джейн, я доела, значит сейчас твоя очередь. Я знаю. Сил у меня много, так что со скорлупой проблем не будет. Вот это да. Почему яйцо настолько хрупкое? Что там внутри? Да это не яйцо, а настоящая пиньята. Для такой мне пригодится бита. Аккуратнее. Тут вообще-то есть люди. Ну и что, люди меня не интересуют. Меня интересуют вкусняшки, до которых я попытаюсь добраться. Смотрите, тут целая гора конфет и разных сладостей. А можно и нам попробовать? Нет. Умоляем. Ладно, только не мешайте мне. Ку. У меня опять самая маленькая ведерко. А мне повезло. Зато мне в этот раз нереально повезло. У меня гигантская ведерко. Начинает, как всегда, Мэй. Это вообще не смешно. Мне сегодня ни разу не повезло. Ладно, хотя бы конфеток поем. У тебя их количество на пальцах сосчитать можно. Ну и что, зато они вкусные. У меня появилась крутая идея, как их можно слопать. Для этого я использую трубочку. Правда, очень широкую. И это все быстро они закончились. Это же круто. Значит, я тоже могу приступать к своему ведерочку. Мне скорее хочется попробовать их, потому что именно эти конфетки самые вкусные. Я от них в восторге. Объедение. Да уж, это видно по твоим зубам. А еще по твоему животу. Ну что ж, настало время узнать, какая куча конфет ждет меня. Круто! Обалдеть, я в шоке. Я думал, будет много конфет, а тут одна, но гигантская. Как же мне ее съесть? Не знаю. Хотя у меня есть идея. Чтобы не испачкать лицо, можно просто распилить конфетку на удобные части. Погнали! Смотрите, это не просто конфетка. Это огромная конфета, внутри которой лежит целая куча скитлса. Выглядит аппетитно. Я знаю, вам не достанется ни одной конфетки. Даже не мечтайте. Весь скитлс достанется мне. Он мой. Он очень вкусный. Ну хотя бы по одной конфетке. Нет, я и без вас неплохо справляюсь. Пока ты занят одной половинкой, то я разберусь с другой. Думаешь, я не замечу? Я все вижу. И уже знаю, как пресечь эту кражу. Больно же! Зато будешь знать, как воровать. Самое вкусное я уже слопал. Теперь можно превратить конфетку во что-нибудь маленькое. Что-то я уже совсем объелся. У тебя огромная пузо. Обжора, лучше бы с нами поделился. Это не смешно. Кажется, в этот раз нас ждут Доритес. В принципе, я люблю чипсы. Но ты не учел, что Доритес очень острые. И мне досталась огромная пачка. Тут я рада, что у меня пачка меньше всех. Значит, мне не придется долго мучиться. Я быстро съем все чипсы. Когда они такие маленькие, они явно не очень острые. Как же я ошиблась. Это ужасно. Ничего острее я в жизни не ела. Видела бы ты свое красное лицо. Оно было похоже на помидор. Думаете, это смешно? Я посмотрю, как будете выглядеть вы, когда съедите все эти чипсы. Легко. Я уверен, что ты преувеличиваешь. Не такие они уж и мерзкие. Сейчас увидите. Вот вообще не острые. Я бы сказал, пресные. Мне нравятся. Вот бы съесть еще. Вкуснотища. Может, воды? Нет, не нужно. Все окей. Чипсы совсем не острые. Легкотня. Что-то мне плохо. Ну что, вкусные чипсы? И совсем не острые. Это не смешно. Джейн, у тебя еще целая пачка. Посмотрим, как ты справишься. Я боюсь. Надеюсь, во мне не случится пожар. Пачка не открывается. Как же мне теперь есть Доритес? Очень просто. У меня тут как раз завалялись садовые ножницы. Вот уж спасибо. Ты мне очень помог. Вы посмотрите. Это огромная чипсинка Доритес. И она очень острая. Как я буду ее есть? Очень острая. Нет, я не хочу ее есть. Ты должна ее съесть. Давай, ешь. Ладно, ладно, только не ругайтесь. Надеюсь, со мной не случится ничего ужасного. Мне даже смотреть на это больно. Согласна. Джейн, ты как? Я? Я? Нормально. Бедная Джейн. Нужно защитить от огня всех нас. Джейн, ты жива? Да, я жива, но ничего не слышу. Выглядишь отпадно. Да, это точно. На Хоханом вы всегда найдете кучу крутых челленджей. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное.